Красивый вид, не правда ли? Для многих детей обеденная перемена это один из самых желанных моментов в школе. Однако не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Как говорится, ты то, что ты ешь. Родители, недовольные качеством питания в школьных столовых, оставляют на просторах интернета свои негативные комментарии. Здесь возникает много вопросов, почему это происходит, как бороться с ситуацией и решить проблему. Итак, давайте проанализируем и обсудим. В 2018-2019 учебном году в области зарегистрировано 362 общеобразовательные школы. В шести малокомплектных школах не соблюдены санитарные требования и отсутствует места для приготовления пищи. Ученикам приходится ходить на обед домой. В остальных 98% общеобразовательных школ организовано горячее питание. Четверть всей массы учеников получают бесплатное питание, и при этом ученики из малообеспеченных семей или нуждающихся в материальной помощи питаются 100% за счет общего фонда обучения. В области также имеются районные школы, в которых ученики 100% обеспечены бесплатным питанием за счет спонсоров. А Кольский район по программе «Келищик» обеспечивает бесплатное питание учащихся с 1 по 11 классы. А такие районы, как Иртышек, Тагай, Теренколь и Щербакты имеют возможность организовывать бесплатное питание для школьников начальных классов при поддержке различных государственных программ. Мы подошли к самой интересной части. В настоящее время из 362 общеобразовательных школ в 137 столовые арендованы. Вопросы питания в 212 малокомплектных школах полностью даны на волю поваров. Директора школ говорят, что есть как плюсы, выгодные стороны сдачи столовой в аренду, так и минусы. Конечно, сейчас, что удобно, контроль хороший. И мы полностью не занимаемся ни штатом, ни закупками продуктов. Просто у нас контроль и, естественно, организация отреческой общественности по контролю за питанием. На мой взгляд, минус какой? Минус такой, что мы арендатора разыгрываем каждый год. То есть, вот в этом году мы выбрали на год, сейчас 31 декабря у нее закончится год. И она знает, что на следующий год она может не выиграть. Поэтому любой арендатор не может хорошо вложиться. Например, что-то модернизирует, мы за счет бюджета плиты обновили, холодильник. А арендатор, он выиграл на год. Опять же, например, взял хорошего повара, кондитера. Они как год, а потом сейчас они уже на параховой бочке, скажем так. В Павлодаре осенью 2013 года общественный резонанс вызвала каша с червями в школе номер 24. Тогда арендатор столовой заявил, что это провокация директора школы. По словам ответчика, директор умышленно подбросил червей в детскую кашу. Однако в суде, который был 4 года назад, победителем стал директор школы. Это событие нанесло непоправимый вред репутации арендатора. Ответственность за качество школьного питания несет Департамент общественного здравоохранения. В 2018 году все организации образования перешли на единый стандарт питания в школьной столовой. Государственная программа здоровья на 2016-2019 годы. А режим питания будет осуществляться на основе договора между руководством школы и предпринимателями, выигравшими конкурс. Для решения данной проблемы необходим комплексный подход, в том числе поддержка государства, системная поддержка государства. И как один из методов решения этой проблемы, это решение проблемы с применением механизма государственного частного партнерства. То есть в той части, чтобы как бы снижение нагрузки на бюджет. А в данном случае это необходимо, потому что тот проект, который мы пытаемся реализовать и будем реализовывать, модернизация школьных столовых, она в первую очередь предполагает замену устаревшего оборудования на новое технологическое оборудование, соответствующее всем параметрам и стандартам. Стоит отметить, что в соответствии с санитарными правилами, качество готовых блюд проверяется школьной бракиражной комиссией. В состав комиссии входят представители администрации, школьный врач и председатель родительского комитета. Задача бракиражной комиссии – контроль за организацией и качеством питания обучающихся. Кроме того, ежедневно медицинский работник или ответственное лисо должны проводить органолептическую оценку блюд и кулинарных изделий. В школьных столовых и буфетах запрещается реализация кондитерских изделий с кремом, кондитерских изделий и сладостей в потребительской упаковке, сложных салатов со сметаной и майонезом, пищевых продуктов промышленного изготовления или домашнего приготовления, пищевых концентратов быстрого приготовления, сладких безалкогольных напитков, безалкогольных энергетических напитков и концентрированных соков, а также запрещены фастфуд, гамбургеры, чипсы, сухарики, горькие соусы, кетчуп и горькие примеси. Об этой проблеме рассуждать можно долго, но самое важное – это дать детям возможность питаться правильно и вкусно, ведь дети не боятся сказать правду. Там подают все горячее, ну, никогда не бывает, что вот это отравится. Школьная столовая, несмотря что, вот, например, второе мне не нравится. Были жалобы, когда в начальной школе заставляли кушать все и первое, и второе, и булочки подавали. Проблема школьных столовых существует во всех областях страны. В 2017 году по решению Минздрава в четырех областях республики были организованы проверки. Вы спросите, а где результат? Дети в возрасте от 7 до 15 лет потребляли очень мало витаминных продуктов, таких как фрукты, овощи, морепродукты. Кроме того, в организме малышей наблюдается дефицит витаминов А, В1 и кальция. Наша основная задача – это показать вам проблему и побудить к решению. Ведь если будущие страны в руках молодого поколения, то ответственное отношение к их здоровью – это ключ к светлому будущему.